По поводу южного направления, накануне буквально там несколько разных телеграм-каналов сообщали о том, и даже видео предоставляли определенное, что якобы уже украинские вооруженные силы на левом берегу Днепра. Можете вы протактовать? Я понимаю, что, возможно, вы знаете больше, чем можете сказать вообще в прямом эфире, но вот все же, что это? Проверка боем или, знаете, прозондировать почву, вот если даже это все подтверждается, да, по большому счету, да, то что ожидает оккупантов, грубо говоря, с учетом этой информации на том же левом берегу? Ну, относительно того, в каком количестве наши подразделения находятся на левом берегу, мы, конечно, говорить не будем. Да, присутствие наших подразделений там есть, они как бы удерживают небольшой плацдан в районе Антоновского моста. Противника это очень сильно нервирует, потому что они не знают, как будут развиваться события в дальнейшем. Суть таких действий можно трактовать следующим образом, а именно, безусловно, мы продолжаем давить на многих участках именно южного направления, и противник пребывает, ну, если не в растерянности, то в таком нервном ожидании, где же следует ожидать новый удар? То ли это будет Антоновский мост, будет ли это направление на Васильевку, будет ли это направление от Орехова на Токмак и дальше на Мелитополь, или речь идет о Бердянском направлении. Это непонятно, и, в общем-то, это вписывается в нашу тактику, именно растаскивание резервов противника, и он, в общем-то, уже выполняет наши, простите, задачи, вводя в бой свои резервы, которые ему необходимы были бы ему для атаки на других направлениях. Поэтому, ну, с военной точки зрения, любое направление, если оно станет выгодным, может быть использовано. Конечно, есть определенные трудности по передислокации подразделений по форсированию Днепра на том направлении, но не следует отказываться от него в том числе, потому что мы понимаем, что это достаточно неожиданное решение украинских сил обороны проводить атакующие действия на том направлении. Речь идет о левом берегу Днепра, именно в районе Антоновского моста. И оно может иметь достаточно серьезные последствия для противника, а именно в случае неспособности его удержать эти позиции, мы можем предполагать в дальнейшем, но не сейчас, потому что оборона противника еще достаточно сильная, возможное продвижение и создание угрозы именно для непосредственно Крыма. Вот вы вспомнили о Крыме. Хотелось бы, конечно же, о Ченгарском мосту тоже с вами обсудить эту историю, потому что они уже там, оккупанты, имею в виду, начали его восстанавливать. Вот насколько важна вообще эта, ну скажем так, артерия, потому что она одна из главных, из трех, перемещения с Крыма и того же подкрепления в том числе. Вот. Насколько быстро смогут восстановить? И, собственно, ну вот действительно, с вашей точки зрения, насколько она важна для того, чтобы, и как сейчас, и там перемещаются, возможно, есть у вас какая-то информация или нет? Ну, противник придает огромное значение именно Ченгарскому направлению или Ченгарскому коридору, давайте называть его так, потому что это фактически одна из основных коммуникаций, позволяющая ему достаточно быстро переправлять войска и поддерживать деятельность этих войск именно на Запорожском направлении. Поэтому удар по Ченгарскому мосту, это был достаточно серьезный вызов для противника. Они в параллели уже с этим навели понтонную переправу, пытаясь как бы восстановить пропусковую способность этого участка и сейчас наращивать как бы усилия по ремонту. Как быстро это им удастся, вы знаете, очень сложно сказать, потому что, в общем-то, по нормативам частичный ремонт должен быть закончен в течение недели. Как быстро противник удастся восстановить, это вопрос очень интересный, потому что мы помним, что после взрыва Крымского моста они так и не смогли вернуть мост в нормальное транспортное состояние, транспортабельное состояние, я бы сказал. Поэтому они сейчас лихорадочно пытаются найти любые пути, которые позволят им нарастить пропускную способность этого участка и как можно быстрее восстановить. Будем ли мы за этим смотреть, безучастно наблюдая? Навряд ли, потому что мы понимаем тоже важность этого участка, по которому, по некоторым данным, проходило до 70% всех потоков грузов и вооружений и боевой техники на Запорожское направление. Поэтому противник будет пытаться, конечно, восстановить это, но наша задача усложнить его работу на этом направлении. Давайте далее поговорим о истории с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС. Российские войска сейчас пытаются вернуться на позиции, которые они занимали до подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Но, однако, это осложняется необходимостью разминирования территории, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Давайте услышим ее позицию и потом продолжим обсуждение. Сейчас, когда вода возвращается фактически в русло и даже отступает глубже в его пределах, противник пытается возвращаться на свои позиции. Это затруднено из-за того, что карта их минных полей существенно изменилась. Большая вода разбросала минные заграждения, которые российские оккупанты соорудили вдоль левого берега. Им приходится разминировать территорию перед тем, как возвращаться. К тому же их работа осложняется распространением кишечных инфекций. Россиянам на левом берегу сейчас сложно, потому что у них очень большие перебои с питьевой водой. А логистика не защищена. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Сергей, у меня будет сразу к вам два вопроса. Мы говорим о том, что подрывом Каховской ГЭС российские оккупанты пытались хоть что-то, хоть как-то совладать с этим возможным контрнаступлением Украины, этими контрнаступательными действиями. Если говорить, знаете, по состоянию на сейчас, ваша оценка того, получилось ли это у них, и не видим ли мы ситуацию, когда, желая навредить Украине, украинским вооруженным силам, они таким образом, ну, сами себе, если не в ногу, то точно в руку стреляли. И вдогонку к подрыву Каховской ГЭС, если мы сейчас говорим о возрастании рисков, связанных с заминированием Запорожской атомной электростанции, то если, да, вот допустим, что оккупанты вот на это могут пойти, какое может быть военное целеполагание вот очередного террористического акта или экоцида со стороны российских оккупантов? Ну, отвечая на первый вопрос, да, действительно, они выстрелили себе в ногу, потому что, в общем-то, они уничтожили свои собственные позиции. С самого начала, даже когда получил информацию о том, что Каховская станция заминирована, ну, возникали сомнения в целесообразности подрыва именно Каховской дамбы, понимая, что противник находится на априори более низком левом берегу, и в первую очередь должны были пострадать именно участки левобережья. Поэтому, нанеся этот удар, они серьезно себе усложнили проблему. Почему? Потому что теперь восстанавливать эту оборону будет достаточно сложно. Да, минные поля представляют собой просто колоссальную проблему для противника, потому что размыв почву, перемещение или миграция боеприпасов, она вызывает необходимость проводить тщательное и тотальное очищение именно вот этих участков, что является фактором времени в том числе и ресурсов. Второе, нужно понимать, что восстановить эти позиции будет достаточно сложно, потому что да, вода ушла, но ил, который переносился, грязь, которая переносилась, она создает еще проблему и будет создавать даже в условиях жаркой погоды еще несколько недель. Поэтому восстановить ту конфигурацию позиции, которая была для противника, очень сложно. Поэтому мы можем, в общем-то, утверждать, что они не способны будут восстановить в том же объеме все позиции, которые они сами же утопили. Что касается подрыва Запорожской атомной станции, нужно понимать, что специфика Запорожской атомной станции состоит в том, что ожидать какого-то взрыва и последствий сопоставимых в Чернобыле с Чернобылем не приходится. И в результате этого военной целесообразности от уничтожения этого объекта нет абсолютно никакой. Потому что даже та зона, которая может быть создана, она может быть спокойно обойдена. Плюс мы понимаем, что тот изгиб реки Днепр, он как бы не является критическим для нас, для проведения наступательных операций. Поэтому с военной точки зрения, опять же, я повторюсь, мы не рассматриваем необходимость уничтожения этой станции какой-либо стороны конфликта. И поэтому факт подрыва или, скажем так, угроза подрыва может рассматриваться исключительно как террористическая активность или действие по превращению этой части Украины в безжизненную зону. Мы понимаем, что все равно какое-то ядерное заражение будет хотя бы минимальное, но оно не приведет к таким глобальным последствиям, как это было, например, в Чернобыльской станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова